всем привет в эфире континент меня зовут игорь царский сегодня у нас очередная встреча с публицистом из израиля александром непомнящим саша приветствуйте добрый день здравствуй рад видеть и видишь все-таки наши надежды оправдались не зря мы держали кулаки и не очень тебе благодарен за то что ты тоже нашел время уже на следующее утро а у нас как раз все решалось вот тот девятичасовой марафон ты в нем поучаствовал я думаю что все кто вот запечатлел свое своем своей голове это событие в том числе и наши многие зрители слушатели до сих пор вспоминают то есть это был действительно выдающийся день как тебе показалось безусловно это был выдающийся день и я честно скажу что я вам завидую то есть я повторю то что сказал тогда еще что то что нам рассказывали то что мы могли понять из вашей прессы из ваших сми о американском народе все оказалось враньем вы молодцы вы здравомыслящие люди вы все сделали замечательно и это все так сказать не просто победа трампа это же абсолютная победа это победа и по выборщикам по электорам и от победа по голосующим кстати на эту тему есть замечательный вопрос мы смотрим на двадцатый год мы видим что трамп набрал тогда что-то порядка 74 миллионов человек за него проголосовала за байдена было 81 миллион сейчас трамп набрал что-то вроде 75 миллионов а эту самую каналу 770 или 71 и 70 по куда делись 11 миллионов которые были за байдена и теперь не проголосовали за камалу ну хорошо есть люди которые сильно разочаровались и не пошли но не может быть чтобы такой высокий процент от 81 миллиона усушка утруска 11 миллионов то есть травм взял свое плюс-минус свое куда делись 11 миллионов демократов которые якобы были двадцатом году это большой вопрос но бокс так или иначе трамп побеждает и по выборщикам и по абсолютным как бы по голосующим в американский он взял сенат он взял палату у него есть большинство верховном суде у него есть большинство губернаторов то есть в принципе теперь действительно нет никаких ограничений он может сделать все что только сможет сделать его команда и это потрясающе это вызывает зависть и восхищение когда мы смотрим на назначения которые он делает и мы смотрим из израиля конечно только в контексте наших так сказать а что нам с этого и мы видим какую команда какую команду он подбирает и в первую очередь команду людей которые так или иначе будут связаны с нашими вопросами эта команда которая скажем так вот есть в израиле правая партия бицелеля смотрича партии религиозных сионистов так я думаю что они на раскладе право и лево они слева от тех людей которых сейчас трамп назначает и которые высказывали с прошлым высказывали свою позицию о государстве израиль а его праве на существование о борьбе с антисемитизмом выдуманность выдуманности надуманности так называемого по государства для арабов палестинского государства и так далее то есть мы видим марко робио госсекретарь пит хэггеттс да министр обороны ваш люди которые скажем все называются друзьями израиля но когда ты смотришь на то как вели себя допустим нынешние лойд остин и и блинкин и понимаешь что это будет совершенно другая команда а элис техник которая сейчас станет послом сша в оон это человек который возила ну извините за выражение мордочкой об столу всех этих ректоров американских вузов самый разгар шабаша антисемитского и заставляла их говорить то что есть а те юлили как уже на сковородке мы же все это видели и вот этот человек теперь будет вон а майк хадо хаккаби хаккаби да который будет послом сша в израиле человек который знает страну израиль я думаю лучше чем очень многие израильтяне которые тут бывал столько раз и который тонах у него библия Он бывал в Израиле, он абсолютный друг. Конечно, конечно. И то же самое касается, там есть еще специальный посланник, это юрист, который работал с Трампом, сейчас я питаюсь, нью-йоркский. Просто мы еще не успели выучить эти имена. Это нормальное дело в том, что сейчас действительно формируется эта команда, и она, на наш взгляд, отсюда, из-за океана, наиболее благоприятственного в Израиле, вообще придумать было нельзя. Безусловно. И действительно, вот сейчас начинаются настоящие испытания, настоящая проверка Натаньяу. Потому что есть такие критики справа, которые говорят, не, Натаньяу только прикидывается правым. На самом деле, он вот всегда идет очень осторожно, он не делает ничего, что должен был бы делать национальный правый лидер. А мы отвечали им, ребята, ну, у него есть ограничения, он не мог, он и так, он выкручивал то, что мог. Он минимизировал ущерб от абсолютно враждебной нам администрации. И вот нет больше этой враждебной администрации, в 20 января будет совершенно другая команда, и, пожалуйста, все открыто, давай делай. Теперь наша надежда только на то, что он действительно будет делать, но прежде чем сказать, поговорить о том, что, в принципе, можно и что нужно было бы делать, я хочу коснуться менее радостных вещей, которые нас ожидают вот до этого драматического 20 января, в оставшиеся ближайшие два месяца. Мы помним это очень хорошо, по окончанию каденции Обамы, Израиль могут поджидать на поворотах очень большие неприятности. Я сейчас объясню, в чем дело. Конечно, такие вещи, которые недавно еще нависали над нами домокловым мечом, типа эмбарго вооружений, его больше не существует, потому что максимум, что они могли, это на два месяца затянуть поставки вооружений, ну так хорошо, два месяца мы продержались, они поняли, что это неэффективно, и они уже сказали, что нет, ладно, они отказываются от эмбарго вооружений. Санкции против министров, ну вот говорят, что хотели санкции против лидера религиозного сионизма Бацалеля Смутрича, он сказал, я министр финансов, будут санкции, я просто нашим банкам не позволю, израильским банкам, чтобы через них ввело свою деятельность палестинская автономия, потому что, на самом деле, это же террористическая группировка, у нас есть, оказывается, специальное разрешение, которое выписывает министр финансов по просьбе американской администрации, чтобы палестинская автономия могла там как-то проводить через израильские банки свои дела, у них же своей как бы системы нет никакой, и если он это сделает, то, так сказать, вся система и так без того гнилая и разрушенная автономия рухнет, американцы испугались, сказали, ладно, ладно, обойдемся без санкций, но остаются реальные проблемы, с которыми нам как бы возможно предстоит встретиться, я повторю, когда Обама заканчивал свою каденцию, он уже больше не собирался переизбираться, и он решил свести счеты с Израилем, он был, так сказать, враг Израиля, совершенно откровенный, по сути дела, то, что мы видим сейчас, это же его люди, это его дух веет там, и он тогда через Саманту Пауэр, через тогдашнюю послицу США в ООН выдвинул сначала одну резолюцию, которая фактически объявляла незаконным присутствие Израиля в Иудее и Самарии, включая Иерусалим, включая Стену Плача, Храмовую гору, а затем должна была пойти гораздо более серьезная резолюция Совета безопасности ООН о том, что Израиль должен уйти из Иудеи и Самарии и Иерусалима, конечно же, то есть от Стены Плача, от всего этого, в очень конкретные прописанные сроки, а если не сделает так, то будут санкции международные. И вроде как США было совсем ни при чем, были другие страны, третьи страны, которые подавали эту резолюцию, но США намекнули, что вот они накладывать вето на это не станут. И возникла реальная угроза, потому что, ну хорошо, Трамп придет, а тут уже есть такая резолюция, уже есть санкции международные, поди и разгребай потом все это. И тогда, как ты помнишь, ситуацию спасло то, что Натаньяо и переходная команда Трампа позвонили Путину, тому самому Путину, и сказали, Путин, ты ведь хочешь сделать Обаме неприятное? И Путин сказал, ну очень хочу, как же без этого? Конечно, где, куда, чего? И мы сказали, намекни, что ты наложишь вето. Он говорит, на что? Ну вот на такую резолюцию. Он, конечно, так призадумался, потому как это же гротеск, что Америка выступает против Израиля, фактически требует от него отступить из Иудеи и Самарии, а Россия заступается. Но, скажем так, возможность напакостить Обаме превалировала, и Путин с удовольствием намекнул, и команда США тогдашняя в ярости была, но она отступила, и этой санкции как бы эта резолюция вообще не встала на голосование, потому что позориться не хотели. Сегодня мы понимаем расклады другие, и не факт, что сегодня можно также подписать Путина на вето, который он выдвинет. С другой стороны, Байден все-таки тоже, он не является врагом Израиля, таким вот лично он, но мы понимаем, что в конце концов не он принимает там решения, насколько он может притормозить решения в своих, так сказать, своих, в кавычках, людей Обамы, которые будут это продвигать, очень сложно сказать. Как выруливать сейчас, не очень понятно. Та резолюция, которая как бы может быть на повестке дня, это резолюция, которая потребует от Израиля прекратить войну в Газе и в Ливане, то есть фактически лишить Израиль победы и добиться победы для недобитого Хамаса и недобитой Хизбалы и для Ирана, и параллельно, конечно же, требования, опять же, создания арабского государства за счет Израиля в Иудее и Самарии и Газе и в Иерусалиме. И все это с графиком, все это с санкциями международными, если, так сказать, Израиль не пойдет. И поэтому сейчас правительство Израиля ведет очень сложную игру. То есть вот жители Израиля, они думают, что американцы просто сейчас не до этого, но жители Израиля постоянно слышат в новостях, вот-вот у нас будет договоренность с Ливаном об окончании войны. И все неудумевают, какая договоренность, какое окончание войны. Конечно, мы побеждаем Хизбалу, конечно, мы разгромили первую линию, ту, с которой на границе они стояли и могли внезапно, в течение нескольких минут буквально начать вторжение массовое на территорию Израиля. Но есть еще вторая линия, гораздо более укрепленная, откуда они обстреливают ракетами и беспилотниками. И есть еще, так сказать, фактически весь Ливан превращен в один общий плацдарм Хизбаллы против Израиля. Что со всем этим делать? Как можно сейчас заканчивать войну? Но я скажу по секрету, мы не будем сейчас, так сказать, мы только между нами. Израиль сейчас ведет очень интенсивно переговоры, действительно, об окончании этой войны. Но ведет он их с Америкой, с администрацией Байдена, с Амосом Хокштейном. И там действительно идут такие сложные переговоры. Израиль говорит, вот это я хочу, вот это Амос, ну вот это мы не можем, а вот это ладно. Эти переговоры, этот фарс может продлиться еще несколько недель. Потом, если он вообще чем-нибудь закончится, его передадут Ливанскому правительству. Если Ливанское правительство, так сказать, посмеет его принять, то оно несет его в Хизбалле, которая, так сказать, скорее всего, конечно, спустит его с лестницы по-любому. Потому что Израиль говорит, ну да, да, мы готовы закончить войну. Только условие такое. Хизбалла разоружается, отходит за летание. И если что-то нам не нравится, мы можем продолжить обстрелы. Мы будем сами, так сказать, если там Россия хочет вписаться гарантом, пусть вписывается гарантом. Ливанская армия хочет участвовать в разоружении Хизбаллы, пожалуйста. Но мы будем как бы гарантировать этих гарантов и делать то, что нам кажется важным. Если такое соглашение будет в итоге подписано, его принесут в Хизбалле. Хизбалла, скорее всего, конечно же, не согласится. Мы все это уже проходили, когда американская администрация вписывалась как посредник между нами и Хамасом, который не собирался освобождать заложников. Но под давлением американской администрации Израиль вел какие-то, так сказать, переговоры, танцы вокруг да около. И сейчас то же самое, все похоже, что вот как бы обсуждается что-то, обсуждается ради обсуждения. Но может ли это привести к какому-то реальному остановке войны? Нет. Может ли это привести к тому, что Израиль, скажем, закончит эту войну без того, чтобы окончательно разгромить Хизбаллу? Я не думаю. Именно поэтому, в каком-то смысле, ну не в каком-то смысле, именно поэтому Натаньял заменил министра обороны. Он убрал Галланта, который путался под ногами, который предлагал заключить мир с Хизбаллой еще до того, как мы даже начали эту войну, до того, как мы провели эту операцию с Пейджерами, уничтожив их средний командный состав, до того, как стало ясно, что, в общем, мы побеждаем Хизбаллу и можем ее разгромить. Он предлагал сдаться, то есть фактически оставить на границе с Израилем колоссальную опасность внезапного вторжения. Сейчас этот чек его убрали. Натаньял поставил Израиля Каца, который, во-первых, он стоит на достаточно правых позициях, он из Ликуда. Галлан тоже был из Ликуда, но он был такой, как бы, больше тяготел к армейским подходам, а армия у нас, генералитет у нас выхолощен, там генералов с правыми взглядами не осталось. А те, которые остались, сидят тихо-тихо, потому что иначе их просто выкинут. И Каца человек, который, на самом деле, хотел бы все сделать красиво и правильно, потому что он видит себя преемником Натаньялу. Я, честно скажу, я не уверен, что это была бы такая хорошая идея, но сам Каца считает, что он вполне может стать следующим после Натаньялу лидером национальным у правого лагеря. И я думаю, что он будет очень стараться понравиться своему, так сказать, своему бейсу и ничего не испортить. И в этом смысле, опять же, Натаньялу как бы мог бы сейчас прятаться за спиной Галланта и говорить, я хотел, но мне не дали, вот Галланта у меня мешается, он его убрал. То есть, на мой взгляд, это показывает то, что действительно Натаньял готов сейчас, когда у нас складываются такие замечательные, такая замечательная ситуация, когда вместо враждебной американской администрации у нас супердружественная американская администрация, и можно добиться очень многого. Он хотел, чтобы у него было расчищено поле и здесь, в Израиле, и чтобы максимально освободить для свободы маневры и, так сказать, проведение тех долгосрочных целей, которые сейчас можно сделать. И вот я буквально вкратце скажу, что я вижу, как бы самое основное. Конечно, когда мы сейчас находимся вот в разгар войны с иранскими прокси, с Хамасом и Хизбалой и со всеми остальными, мы понимаем, что самое актуальное, самое серьезное и самое важное – это устранение иранской угрозы. И мы говорили с самого начала, что Израиль сам в одиночку устранить иранскую угрозу не может, ему нужна поддержка Америки. И когда мы говорим об Иране, это не Ливан, это не страна, в которой можно… У нас даже нет с ней общей границы. То есть это не та страна, которую мы можем как-то захватить или частично захватить, воевать с ними долго. Нет, это как бы идеальная ситуация, если мы добьемся того, что радикальный режим Тегерана падет, и там будет другое правительство, другое, так сказать, абсолютная смена, превращение Ирана в нормальное государство, каким он, собственно, был до 78-го года. И для этого нужно расшатать эту машину диктатуры, то есть ударить и по их экономическим инфраструктурам, и по ядерным инфраструктурам, и, возможно, по символам власти. И здесь, конечно, Израилю без США не обойтись, но план, на самом деле, очевидный, он лежит на поверхности. Сильный удар по режиму и помощь иранскому народу, который, кстати, уже сделает все остальное сам. И это самое важное, это то, что действительно можно сделать вместе с администрацией Трампа. И мы слышим тех людей, которых назначает Трамп, они все, в общем, в этом духе, они все как бы в этом направлении говорили раньше. Понятно, что одно дело, когда ты просто политик, где-то там борешься за право, а другое дело, когда ты становишься чиновником государственным, это накладывает на тебя определенные обязательства, определенная ответственность. Но мне хочется верить, что эти люди не просто бросали в воздух важные и нужные слова, и что теперь, когда один из них будет фактически министром иностранных дел, госсекретарем, другой министром обороны, советником по национальной безопасности, этот Уоллс и так далее, эти люди, которые действительно готовы вместе с нами идти и решать проблему по Ирану. Я очень, кстати, надеюсь, что сыграют свою роль и Муррей, Дуглас Муррей, человек, который близок, судя по всему, к Трампу, и который также, судя по всему, близок к Натаньялу. Насколько близок, я скажу. Есть люди, которые говорят, что последнее выступление Натаньялу в Конгрессе было написано при участии Дугласа Муррея. То есть это человек, с которым Натаньял советовался о том, как говорить с Конгрессом. И если так, то Дуглас Муррей – это тот человек, который тот мостик между Натаньялом и Трампом, который в хороших отношениях с ними обоими, и который поможет команде Трампа правильно оценить все риски и взять за основу, например, израильский подход региональный, который может стать подходом американским здесь, в нашем регионе. Так вот, Иран – это самое важное. Конечно, вторая важная вещь – это продолжение соглашения Авраама, то есть мир Саудовской Аравии, что тоже, в общем, вытекает после того, как иранская угроза отпадет, то дальше действительно новый Ближний Восток, который может включать в себя совершенно иные расклады, иные союзы. И союз Саудовской Аравии и Израиля – это вещь возможная вот в ближайшие годы. Еще один важный момент, в котором как и в войне с Ираном Израилю не справиться в одиночку, им нужна именно американская администрация, именно такая администрация, как у Трампа. Это, ну, я бы не сказал покончить, но принципиально изменить то, что сегодня называется ООН. ООН – международная организация, которая была создана для хороших целей, для правильных целей. Но сегодня она превратилась не просто в помойку, захваченную марксистами, прогрессивистами, братьями-мусульманами, какими-то просто психами ненормальными. У них есть своя собственная террористическая организация, вот этот самый БАФОР, БАФОР, УНРА. Это же просто террористы. Это люди, которые реально насиловали, резали и убивали евреев 7 октября. И они там все зарплаты получают. Более того, мы же помним, как Министерство юстиции США добивалось иммунитета для тех террористов, боевиков УНРА, которые были взяты в плен Израилем. Иммунитета для них, как для работников международной организации ООН. Ребята, так сказать, администрация Байдена, это были люди просто, так сказать, они просто были больные на голову. То есть Израиль, по их мнению, должен был дать иммунитет нацистским преступникам, которые убивали младенцев, убивали детей на глазах родителей, родителей на глазах детей и так далее. Совершали вообще какие-то безумные злодеяния. У ООН есть другая боевая организация, террористическая, антиизраильская, ЮНИФИЛ. Организация, которая, может, сама по Израилю не стреляла, но все их мощности были открыты для Хизбаллы. И более того, они были живым щитом для Хизбаллы. Они всегда, так сказать, закрывали собой Хизбаллу, когда Израиль пытался защитить себя от обстрелов Хизбаллы. То есть эту организацию нужно менять. И понятно, что Израиль очень хочет, но не в наших силах изменить эту ситуацию. Трамп, да, может это сделать, и это было бы очень здорово. Теперь есть вопросы, в которых, как бы, ну, я бы сказал, еще один момент. Израильская зависимость от США, то есть то, что администрация Байдена нас шантажировала вооружениями, это, конечно, абсолютно нездоровая ситуация. Это началось еще при Обаме, и тогда уже Натаньял пытался как-то соскочить с этой иглы. И мы видим, что сегодня это просто стало необходимо, потому что кто знает, как дальше оно сложится. Конечно, я хочу верить людям, которые говорят, Америка в таком омерзении от нынешних демократов, что пройдут годы, прежде чем демократы вернутся к власти. Очень хотелось бы верить, что так. Но кто знает. Поэтому, конечно, надо перестраивать отношения Израиля и США. Из отношений, так сказать, клиент и поставщик можно построить отношения двух, союз двух государств. Международная, так сказать, мировая держава и региональная держава. И нам действительно есть, что предложить США, наши военные разработки, которые могут быть потом использованы в США тоже. Это замечательная идея. Но ситуация, при которой мы должны быть зависимы от поставок вооружений из США, это нехорошая ситуация. Это неправильная ситуация. И более того, я скажу, так сказать, я не вижу причин, почему американские налогоплательщики должны оплачивать израильские, так сказать, расходы. Мы когда-то, в 1948 году, мы действительно были страной, у которой тупо не хватало валюты. Сегодня мы достаточно богатостей. Мы можем себя прокормить и сами за себя запостоять. Нам нужна поддержка на международной арене. Нам нужен союз США. И потому что мы действительно видим ситуацию одинаково и противостоим одному злу. Но это неправильно, чтобы мы были зависимы от США. И это тоже нужно менять. И кто как не команда Трампа, которая, в общем, Трамп пришел, потому что, говорит, Америка для американцев. Хватит разбрасываться деньгами по всему миру. И мы это поддерживаем. Давайте сделаем так, чтобы Израиль мог сам продвигать свои американские интересы на Ближнем Востоке, в союзе с Саудовской Аравией, Эмиратами и с другими странами, которые присоединятся к нам, без того, чтобы Америка тратила на это свои деньги. И есть еще, наконец, несколько вопросов, которые Израиль как бы должен решать сам. То есть это смешно думать, что вот такой замечательный Трамп пришел, он сейчас будет за нас наши проблемы решать. Нет, мы их должны решать сами. Другое дело, что сейчас такая команда в Америке, которая точно не будет мешать. Она, может быть, даже поможет и, скорее всего, поможет, но мешать она точно не будет, в отличие от вот этой самой враждебной нам администрации Байдена, Харрис, которая была. Это, конечно же, во-первых, это вопрос суверенитета. Суверенитет в Иудее и Самарии, может быть, и частично в Газе. Почему? Потому что эта война стоила нам кучу денег. И эти деньги, как бы, они начали, развязали против нас войну. По всем законам они должны компенсировать нам наши расходы. Но мы понимаем, что из Газа, из Ливана брать нечего просто, нечего, кроме земли. Это наша земля, которую они должны нам вернуть. С Ливаном у нас нет границы, которая была бы законно признана. У нас нет, есть с ними, с Ливаном с 1948 года линия перемирия. Эту линию перемирия стоит подвинуть. И нужно будет подвинуть. То же самое с Газой. Газу когда-то мы сделали эксперимент. Были люди, которые считали, что Газа, из которой изгнали евреев, станет Сингапуром ближневосточным. Мы видим, каким Сингапуром она стала. И эта территория должна вернуться к Израилю. И потому, что это будет назидание тем людям, которые в будущем захотят напасть на Израиль. Они должны знать, что за нападение на Израиль ты платишь своей землей. Поскольку людей им не жалко, а вот земля – да. И потому, что это просто компенсация за все, что они нам сделали. А кто нам заплатит за все это? Только землей пусть и платят. И это, конечно, можно сделать. И вопрос суверенитета в Иудее и Самарии очень актуален. И понятно, что все непросто. Но если уж с этой командой Трампа мы этого не сделаем, тогда действительно будут правы те, которые говорили, что наши правы израильские, они только умеют болтать и не умеют ничего делать. Я все-таки верю, что это не так. Ну и, конечно, самое важное для Израиля – это вопрос реформы, правовая реформа, то есть возвращение к демократической системе управления, возвращение института власти в тот вид, который они были до того, как прокурорская мафия в 95-м году начала ползучий переворот и фактически разрушила израильскую демократию, возвращение системы сдержек и противовесов. Тут как бы Америка не имеет вообще к этому никакого отношения, это чисто наше дело. Но мы же знаем, что вот когда министр юстиции Левин начал реформу, он столкнулся с чем? Столкнулся с хорошо профинансированным и организованным сопротивлением левых. Эти деньги, что бы они нам не рассказывали, мы знаем, что не приходили из США. И поэтому как бы сейчас, если прогрессивистов отодвинут от источников денег, я тут большие надежды на Илона Маска возлагаю, который, так сказать, государственные субсидии, по крайней мере, не позволят пускать деньги американских налогоплательщиков на борьбу израильских левых с восстановлением демократии в Израиле. И, конечно, еще один момент, звонки из Вашингтона. То есть мы помним, как Натаньял уволил Галланта полтора года назад, еще до войны 7 октября. Это была вынужденная мера, и мало того, что левые подняли волну протестов и обещали сжечь страну, из Вашингтона пошли очень жесткие звонки. Противостоять им Натаньял не мог. Не случайно он это сделал сейчас, когда, в общем, когда стало понятно, что все меняется. Поэтому, действительно, с одной стороны, я завидую американцам, которые получают такое замечательное правительство и такую команду. И хотя, конечно, рано еще, мы не те люди, которые дают Нобелевскую премию только после избрания. Мы подождем и хотим увидеть результаты. Но, тем не менее, хочется верить, что все-таки Трамп пришел не просто потому, что, так сказать, он решил доказать, что вот он все-таки придет. Он пришел, чтобы сделать Америку снова великой, а по ходу дела и очистить мир ну хотя бы немножко. И с другой стороны, мы понимаем, что, в общем, да, в Америке будет хорошо все, а нам нужно будет очень хорошо поработать, чтобы использовать эти возможности, которые у нас сейчас открываются, и не дай бог их не упустить. Потому что, когда еще такая возможность предоставится, просто трудно сказать. Так что, вот на ближайший момент противостоять последние два месяца, до 20 января, не дать администрации Обамы, Байдена Харрис, закрутить нас в какую-то очень хитрую международную ситуацию, с которой будет очень тяжело выпутываться, лишить нас побед в Газии, в Ливане и навязать нам безумие с арабским государством внутри Израиля, то есть еще одним Хамастаном, но уже теперь в Иудее и Самарии, на дальней перспективе практически все, о чем мы только могли мечтать, сейчас доступно, и нужно только взяться и это сделать. Я очень надеюсь, что ни ваша команда не подведет, ни наша команда не подведет. Вот как-то так. Спасибо, Саш, за этот рассказ. Да, день простоять и ночь продержаться. Ну, чуть больше, чем в той классической сказке. У меня, конечно, по ходу твоего рассказа десяток вопросов, не знаю, насколько мы сможем подробно, вряд ли остановиться, но тем не менее, я думаю, ты как-то прокомментировать сможешь. Обратил внимание на Айяв на письмо на Таньягу, причем это уже второе, как я понимаю, к иранскому народу. То есть, причем там абсолютно недвусмысленно сказано, что да, Израиль против самого иранского народа ничего не имеет. Понятно, что он в роли тех же страдальцев от режима Айятол. И там сказано, что вообще-то друзья, вам бы тоже пора уже начинать что-то делать, а возможно, международная поддержка она будет, учитывая, что в Вашингтоне поменялась администрация, поменяется, точнее говоря, все-таки 20 января еще не наступило. Как ты расцениваешь это письмо, как ты расцениваешь этот ход? Это даже было не письмо, это было обращение, видеообращение. Оно было на английском, но внизу были титры на персидском, так чтобы, так сказать, до тех иранцев, до которых дойдет этот ролик, чтобы они поняли, о чем идет речь. Да, тут, конечно же, Натаньял понимает, какие возможности сейчас открываются, и действительно нам раскрывается в полной мере его, как бы, велич, калибр этого политика международного. То есть он ведет себя как настоящий международный лидер, который обращается через голову режима к народу соседнего государства, и мы понимаем, что, в общем, иранский лидер, главы иранского режима, они тоже, в общем, шахматы хорошо играют, они люди не глупые, и они поняли, что первый раз, когда это было, дальше был удар Израиля по иранским ПВО и некоторым военным объектам, несмотря на мощное давление администрации Байдена, несмотря на то, что они даже слили часть этой информации подготовленной. Сегодня, кстати, сообщили, что поймали этого высокопоставленного деятеля ЦРУ, ЦРУ он был, из ЦРУ, с фамилии Рахман, Асуф Рахман, то есть все с ним понятно, кто он и что он, и это говорит, насколько актуальны те обещания Трампа о том, что он зачистит сейчас с помощью Пита Хеггетс, Хеггетс расчистит Татьявгева и конюшни в силовых структурах США. Но да, понятно, то есть Натаньяо обращается к иранскому народу, с одной стороны воодушевляет, с другой стороны он провоцирует иранцев, типа, ну что вы нам сделаете, то есть давайте, давайте сейчас как бы сорвитесь цепи, и уже мы тогда ответим и дальше, потому что понятно, что снова я повторю, Израиль не способен победить Иран, страну с 90-миллионным населением, территория которого, так сказать, в десятки раз больше израильской территории, нам не нужно этого, нам не нужно побеждать Иран, все, что нам нужно, нужно расшатать эту власть, чтобы сменилось там руководство, чтобы пришли другие люди, чтобы Иран стал нормальным государством, ну и конечно забрать у них ядерные инфраструктуры, и мы же видели, что иранское правительство сегодня отреагировало на это обращение Натаньяу тем, что они, мы отказываемся, мы решили отложить удар по Израилю до начала переговоров с Трампом, то есть сначала как бы с Трампом начнем переговоры, типа Трамп с ними уже побежал вести переговоры, а потом будем бить по Израилю, то есть они реально понимают, они тоже понимают, куда мы клоним, они тоже понимают, что задача Израиля сейчас не просто бомбануть, чтобы им стало больно, задача Израиля сломать им хребет, снести этот режим и освободить Иран, и мы это будем делать, ну и одни, конечно, в первую очередь с новой администрацией Трампа, и здесь я достаточно полон оптимизма, потому что все-таки Трамп, ну как бы мы его знаем как человека, это человек, который, он помнит тех людей, которые ему сделали добро и помнит тех людей, кто ему сделал зло, и не случайно все вдруг сейчас заговорили о том, что вы знаете, что вот покушение на Трампа готовили иранцы, непосредственно, иранское правительство, то есть это фактически покушение на голову правительства со стороны другого государства, это казус Бели, это вещь, за которую раньше начинали войны, то есть у Трампа достаточно, он и без того, в общем, не был большим фанатом иранского режима, и если бы тогда ему не не устроили это в 2020 году, так возможно уже сейчас иранский народ был бы освобожден, потому что санкции, которые Трамп новожил, они работали очень хорошо против этого режима, так вот, он и раньше не был сторонником и поклонником иранского режима, а теперь у него есть личный счет, и складывается ситуация политическая, есть Израиль, который говорит, давайте, давайте, мы готовы, у нас все, планы все есть, давайте только помогите нам, потому что все-таки мощности у вас-то побольше, чем у нас, так что я надеюсь, что получится, и конечно, иранцы хитрые, и вот они уже начали, пошли вроде как на попятный, вообще мы мирные люди, наш бронепоезд стоит на запасном пути, но я не думаю, что удастся провести Натаньяу, Трампа и ту команду, вот как бы с, которая сейчас строится Трампом, в том числе и те люди, которые связывают Трампа и Натаньяу, что удастся это все делать, замять под ковер, отодвинуть как-то и не довести до конца, я полон оптимизма в этом смысле. Спасибо, Саш, скажи, пожалуйста, вот этот вопрос может быть вопрос не сегодняшнего дня, но учитывая, что вечных людей нет, и, как говорится, не ровен час, все может быть, все может случиться, у каждого из лидеров должен быть вот кто-то, кто дублер, который в случае вот, ну, какой-то чего-то неотвратимого и ужасного может взять броды правления. Трамп нашел такого человека. Мы тоже будем смотреть, мы еще не знаем до конца, он пока еще не был в роли вице-президента, он еще не проявил себя каким-то образом на государственной вот такой службе, то есть его служение американскому народу в армии, в Сенате, это хорошо, но уже вот такого объема масштаба политикам он не был, поэтому за Венцем мы еще посмотрим, очень надеемся, что он такой человек, что Трамп не ошибся, как это было в первом случае, в первой каденции. Ты вот обронил по поводу Исраиля Каца, который вот, ну так или иначе, себя ли он сам видит будущим, возможно, вот дублером в настоящий момент Натаньягу, какая-то часть эстеблишмента его видит, а вот по-твоему, если не он, то кто сейчас реально может подставить плечо, Биби? Скажу тебе честно, у меня не, я не очень, то есть я не вижу сейчас людей в правом лагере масштаба, ну масштаба Натаньяла, но тех людей, которые могли бы сейчас вот так вот действительно реально занять это место с успехом. Есть неплохие политики, которые, возможно, сейчас проявятся еще, в том числе вот тот же Исраиль Кац, он был отличным министром транспорта, он справлялся с теми задачами, которые на него возлагались, он набирался опыта, то есть вполне может быть, что он нас приятно удивит и покажет себя человеком, который, да, действительно может стать национальным лидером международного масштаба. Я не очень вижу среди политиков правых вообще, не только в Ликуде, но и за пределами Ликуда, людей, которые уже к этому готовы. Но, ты понимаешь, мы сейчас в Израиле, по крайней мере, живем в совершенно переломное время, время, которое бывает раз, не знаю, в сто лет. Последний раз такое было в 48-м году, когда Израиль только возник. Время, когда, как я надеюсь, возникают, формируются, выходят вперед действительно стоящие люди. И может быть, что вот сейчас, когда у нас идет война, вырисовываются новые персонажи, новые лидеры, которые сейчас они могут проявлять себя на войне, не обязательно как военные, то есть я на самом деле не большой сторонник того, чтобы из военных приходили национальные лидеры. Но у нас же армия резервистская, то есть там много людей, которые как бы сейчас на войне, но они в общем не профессиональные военные или, скажем там, полупрофессиональные военные. У них есть и другие заслуги, и другие достижения. Очень может быть, что мы увидим по итогам того, что у нас сейчас происходит, появление каких-то новых людей, о которых мы сейчас просто не знаем. И их взлет в политику будет быстрым, потому что они придут с важным рекордом. Но если мы говорим о тех, кто существует, вот есть такой человек, фактически доверенное лицо Натаньяу, Рон Дермер, который до сих пор действительно многие о нем мало что знают, потому что он больше, так сказать, по специальным поручениям Натаньяу работает. Человек экономически подграмотный, видящий ситуацию, так сказать, с видением. Может ли он стать преемником Натаньяу? Были люди, которые допускали такую возможность. Другое дело, что у него сейчас нет прямо такой вот хорошей политической поддержки, потому что хоть он и в Ликуде, но все-таки он не изнутри Ликуда, он человек, который Натаньяу туда привел. Насколько у него достаточно позиций, так сказать, в политических структурах, которые могли бы его поднять и вынести, не знаю. Так что назвать тебе человека, который мог бы прямо сейчас заменить Натаньяу, с успехом заменить, то есть заменить-то могут, а вот насколько это будет успешно, пока нет. Разговор. Но есть люди, которые, как я надеюсь, появятся вот именно по итогам того, что у нас сейчас происходит. Будем надеяться на лучшее, что Бог даст и здоровье, и всего остального, чтобы это продолжалось. Но мы исходим из реальности, а она иногда не в нашу пользу. Поэтому вот такой вопрос. Смотри, ты упомянул о том, что, конечно, у нас в силовых структурах возможно будет долгожданная чистка. Мы об этом много раз на континенте говорили. Понимая, что и ЦРУ, и ФБР, и там, и далее по списку, это организации, которые превратились в обслуживающее звено одной партии. Это партия демократов. И мы уже видели... Прости, что я перебью. Это в лучшем случае демократическая партия, в худшем случае братьев-мусульман. Ну, это, можно сказать, иногда даже знак равенства где-то ставить, хотя мне явно будут возражать сторонники демократической партии. Ну, во многом ты прав. Это так. Но смотри, что получается, мы уже имели опыт назначений в прошлом. Трамп пришел, да, назначается даже вполне, хотя часто и получалось и не так, но назначается так называемый новый персонаж, чистильщик или что, а в итоге-то весь аппарат остается, и тогда ты сам знаешь, что происходит. Потому что аппарат это дело такое страшное, это бюрократия, которая никуда не уходит, но которая сворачивает на нет любые хорошие начинания. Мы надеемся, что в этот раз будут учтены все недостатки, ошибки, вольные и невольные прошлого раза, и несмотря на бешеное сопротивление, которое уже началось, что-то будет делаться. Но вот в связи с этим как ты думаешь, ты упомянул, что ваши генералы, ну, вот абсолютное левачье там, да, вот будет ли это как-то перекинуто на вот этот теннисный какой угодно мячик на вашу сторону? Не даст ли это возможность как-то у вас изменить ситуацию, когда собственно они являются тормозом и тоже обслуживающим персоналом для Демпартии? Да, ну, действительно, с нашими генералами все очень и очень плохо. То есть, у нас совершенно замечательные офицеры где-то до среднего звена, где-то до полковников, а дальше начинаются политические назначения и там жесточайший отбор, то есть, я помню еще, когда начальником генштаба был Айзенкот, вот он недавно был выпнут в июле из правительства, он хвастался тем, что он зачистил генеральный штаб от людей в кипах, то есть, он не оставил там ни одного человека в кипе. Действительно, там была абсолютно монолитная идеологическая команда, прошедшая отбор в американских вузах, мы знаем теперь, чему и как их учили там, я думаю, что действительно отбор происходил не только и не столько нашими генералами, сколько и в общем кураторами от демократической партии, от новой демократической партии, от партии Обамы, я не знаю, можно ли ее называть демократической партией, потому что все-таки даже партия Клинтон, это было что-то совершенно другое. И эти люди, как бы проблема даже не только в том, что они все левые, и в том, что они не принимали другую позицию, других взглядов, и это привело к тому, что ему привело 7 октября. Эта группа их нельзя даже назвать элитой, я бы сказал кликой, которая полностью оторвана от народа. Это клика, которая видит в Израиле и в его обществе свою вотчину. Захотел, продал, захотел, отрезал кусок, захотел, попользовал, захотел, под нож пустил. Это не те люди, которые пришли туда, чтобы служить народу и делать то, для чего их туда выдвигало общество. То есть этих людей нужно оттуда убирать. И хорошо бы даже было быть через суды, но хотя бы просто отодвинуть от властных структур. И насколько это возможно, сложно сказать. Другое дело, что вот Натаньял убрал Галланд и поставил Кацца, потому что впереди назначение начальника генштаба и руководителей силовых структур. И здесь фактически через Кацца и вместе с Каццем он сможет назначить людей, которых он считает правильными. И уже он не сможет нам потом объяснить, да я хотел, да мне не дали, да вот Галланд, да вот... Более того, он мог бы, раньше он мог бы сказать и по праву сказать, я хотел, но мне позвонили из Вашингтона и сказали, пацан, рамсы попутал, просто размажем. Кто ему теперь такое скажет? Там люди, которые только скажут, да молодец, давай, убирай весь этот кабал, как они там у вас называются, убирай их оттуда. Поэтому с одной стороны, возможности есть. У нас есть генералы, которых выбросили буквально в течение этого года из армии, не дали им подняться и выбросили из армии, потому что они не подходили вот этой самой закрытой клике. То есть, есть кого привезти и поставить вместо начальника генштаба, чтобы дальше он уже сам подбирал себе нужных офицеров, поднимал из среднего взаимоснового. Вот армия воюет сейчас, то есть, там формируются действительно настоящие лидеры, настоящие герои, люди, которые способны принимать сложные решения, которые успешны в своих сложных решениях. То есть, есть система отбора, которая позволяет набрать действительно замечательных людей, изменить эти силовые расклады. И на этом фоне, действительно, с той стороны тоже не дремлют. В последние недели развернулась совершенно безумная ситуация, которую сначала подавали как очередной скандал в канцелярии главы правительства. Сегодня мы видим, что это не очередной скандал в канцелярии главы правительства, а попытка руководства армии защитить себя от увольнения. То есть, эти люди почувствовали, что сейчас с уходом Галанта придет КАЦ, и он их просто выбросит оттуда и поставит других. И они начали как бы судебное или расследование, которое, если их сейчас оттуда убрать, они скажут, нас убрали, потому что мы пытались копаться до правды, до истины, до всего. То есть, все совершенно понятно. О чем идет речь? Речь идет о том, что это долгая история. Наверное, нужно будет как-нибудь отдельно об этом поговорить, как они скрывали от премьер-министра и от министра обороны накануне 7 октября планы, которые армия знала точно, что Хамас собирается делать, как он собирается делать. И в итоге министр обороны узнал о том, что началась атака Хамаса, потому что ему дочка позвонила и сказала, папа, я в телеграме такое читаю. Это что, правда, что ли? Галант узнал об этом от дочки. Натаньяо проснулся, ему сообщили вместе, так сказать, зазвучала сирена, и в это время он получил СМС о том, что началось вторжение. То есть, ну, ладно это. Дело в том, что сейчас армия в процессе войны в Газино собирала огромное количество разведа информации. Колоссальное количество. И произошла очень странная вещь. У армии в руках на протяжении многих недель был документ, в котором Сенуар объяснял своим подручным, как полезно, конечно, никто никакие переговоры, то есть никакую сделку с заложниками идти не собирается, объяснял Сенуар, но поддерживать видимость переговоров нужно, потому что это разрушает Израиль изнутри, потому что капланисты устраивают свои бунты, и это все очень нам на руку. Капланисты большие молодцы, они делают все правильно, и чтобы помочь им делать эти мероприятия против правительства, нужно делать вид, что мы собираемся делать сделку, которую, конечно, мы заключать не собираемся. Это был документ от Сенуара. Этот документ удивительным образом не попал премьер-министру в руки. Его скрывали. И там внутри военной разведки нашлись несколько офицеров нижнего звена, которые сказали, ну это же невозможно, это же нужно как-то донести до головы правительства. И дальше начинается какая-то не очень понятная ситуация. Они нашли парня, который работал когда-то в канцелярии главы правительства. И они ему передали этот документ. Это, безусловно, было нарушением. То есть нельзя взять военный документ, добытый военной разведкой, и передать его как бы гражданскому частному лицу. А этот парень, он его передал немецкой газете Bild, которая опубликовала этот документ. И начальство армии сказало, ой, как интересно, откуда это вообще такое? Как это? Это мы нашли? А почему мы в этом ничего не знали? Сделали они удивленное лицо? На самом деле в Израиле существует протокол после войны судного дня о том, что если офицер военной разведки какого-то нижнего звена имеет документ, и он считает, что это очень важный документ, а его сверху никто не слушает, он должен через голову своих офицеров идти до самого начальника генштаба и показывать ему, потому что именно так в война судного дня фактически ее прошляпили вот на таком уровне. Поэтому как бы они могли это сделать. Другое дело, что они это вытащили не премьер-министру, а как-то через какое-то гражданское лицо и куда-то в газету немецкую. Это, безусловно, нарушение, и за это, конечно, нужно было бы их, ну, по крайней мере, какое-то разбирательство должно было быть. Но дальше произошло следующее. Сначала арестовали этого парня, гражданское лицо, который передал документ, полученный им от офицеров разведки в германскую газету. Хотя, в принципе, он ничего не нарушал, он получил документ. Он, как журналист, передал это в газету в нормальном демократическом государстве, так сказать. Ну, это на грани. Можно сказать, что там цензура, он должен был кого-то спросить. Передал в газету и передал. Его держат уже почти месяц, не давая возможности встретиться с адвокатом, в каких-то застенках, держит его службу безопасности общая, шабак. И вроде как пытают даже. Пытаются, видимо, заставить его сказать, что он это делал по наущению Натаниялу, чтобы, значит, перенести, вести стрелки на Натаниялу. Собственно, с этого как бы началось, что опять Натаниял опять затеял какую-то грязную историю. Хотя потом, когда начали выясняться вещи, то люди стали спрашивать, какая грязная история, о чем вообще говорите? Секретный документ. Натаниял и так должен был его получить. Если он и не получил его, то это вообще нужно разбираться, почему он его не получил. Что он потом с ним сделал? Ну да, можно так с этим обсуждать. Должен был ли он его отдавать в немецкому журналу? Но он его не получал вроде как. Он его, о нем узнал из немецкого журнала. А то, что человек, который на него когда-то работал, этот документ получил, тут никакого нарушения нет. Нарушения есть у офицеров военной разведки, но они к Натаниялу точно не имеют никакого отношения, потому что он же им не говорил, типа, а, ребята, ну-ка принесите ко мне тот документ. А даже если бы и говорил, то он глава правительства, вообще-то на минуточку, он глава всей их службы, и в том числе военной разведки. Почему они не могли ему отдать этот документ? То есть, вся эта история, которая сейчас привела к тому, что пять человек находятся в застенках Шабака, граждане Израиля, которых расследуют так, как будто бы они террористы с тикающей бомбой, то есть их пытают, которым не дают встречаться с адвокатами, пытаясь из них выбить признание, непонятно как бы признание о чем, о ком. Все и так прозрачно. Это ситуация, которая создана только с одной целью, не дать или помешать Натаниялу и Кацу, убрать сейчас главу Шабака, главу начальника генштаба, которые, по идее, должны были быть уволены после 7 октября просто сразу же на месте за то, что они прошляпили всю эту ситуацию. Поэтому получится ли у Натаниялу и Каца это сделать, трудно сказать. С другой стороны, Натаниял, так сказать, человек опытный, Каца человек очень амбициозный, потому что если у него сейчас не получится, так ему не видать роста в карьере уж точно. И поэтому он должен сейчас сделать все возможное, чтобы показать, что он способен. Мне очень хочется надеяться, что его амбиции, умения Натаниял и общая ситуация, которая сложилась в стране, потому что когда открывались первые дела против Натаниял, по сути дела, в Израиле не было альтернативной прессы. Сегодня у нас есть 14 канал, у нас есть радио Галей Исраек, которые уже оторвали на себя огромную часть рейтинга общественного внимания. И их слушает все больше людей. И огромное количество израильтян, в том числе, прежде всего, бейс, так сказать, правого лагеря, он получает информацию с той повесткой, которая, так сказать, альтернативно левой повестке. Если раньше у нас были СМИ, которые говорили только Натаниял опять совершил какое-то ужасное преступление, что мы не можем сказать, потому что это страшный секрет, но это ужасно, 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 наверное, его нужно повесить за это. то теперь у нас есть другая повестка, которая говорит, ребята, что там за преступление? Ну, давайте рассмотрим. Вот так, так, так и так было. Сами судите, так сказать, это страшное преступление, за которое нужно повесить или наоборот, или повесить нужно совсем других людей. Поэтому ситуация меняется, в том числе и здесь. И хочется верить, опять же, полон надежд, что удастся Натаньяу и Кацу поменять руководство силовых структур и, может быть, это приведет действительно к кардинальным изменениям в Израиле. Хорошо. Ты знаешь, на самом деле, вот международную повестку, может, мы оставим это кое-что на следующий раз, тем более, что там вопросы фундаментальные и от того, что мы сегодня их затронем или через несколько недель, предположим, мало что изменится. Но вот это я не могу не задать последний, может быть, вопрос. Ты упомянул уже об Иудее Самарии и о том, что является, по сути, победой. И мы уже, конечно, все читали неоднократно, по крайней мере, от публицистов, от экспертов правого лагеря, о том, что, несомненно, под поражением для самосознания арабов, газоватов, как угодно их там называть, будет исключительно одно. Жизни им не жалко, тем более, они к этим своим отправляются 72-м, да, гурьем там и так далее. Так что им весело там сейчас очень многим, страшное дело как. Но вот потеря Земли это самое чувствительное, но они за что-то должны ответить. Как все-таки ты думаешь при вот том международном не просто сопротивлении такому, это же даже сама мысль об этом, они пытаются истребить ее из голов своих сограждан и давят на Израиль со страшной силой. Как ты думаешь, насколько возможно это дело изменить, учитывая приход администрации Трампа? Ну вот здесь действительно в администрации Трампа, по крайней мере, те люди, которые будут напрямую связаны с делами израильскими, это люди, которые, как я уже сказал, они правее наших правых и они как раз противники идеи о двух государствах для двух народов, безумной идее. То есть давайте за счет Израиля сделаем еще одно арабское государство, которое потихоньку его сожрет. Поэтому конечно же будут разные давления, то есть на американскую администрацию будут давить не только как бы мы, там будет и арабское давление и мы знаем, например, теперь, что вот соглашение Авраама, часть сделки соглашения Авраама, что до 24-го года Израиль не будет заниматься суверенитетом. Поэтому как оно дальше будет складываться, вот наши мирные соглашения с Саудовской Аравией, что они попросят, как мы на это пойдем, на что мы согласимся, на что мы не согласимся, какое будет настроение в администрации Трампа. То есть понятно, что они нам дружественны, насколько они дружественны, они же не пришли решать наши проблемы, они будут решать американские проблемы и там, где это будет входить в клинч с американскими интересами, например, в отношении других стран, нам придется как-то, так сказать, где-то уступать, где-то чего-то добиваться. Поэтому, с одной стороны, я считаю, что по минимуму мы можем и должны похоронить вот за эти ближайшие четыре года идею о двух государствах для двух народов. То есть государственность для арабов, иудеев, и Самарии, и Газы должна умереть. Все, мы должны перестать об этом говорить. Автономия, какие-то, так сказать, какая-то, так сказать, условно, условно-эмират или что-то, какое-то самоуправление, да. В перспективе, конечно же, я считаю, что мы должны создавать ситуацию, при которой это, на мой взгляд, самое мирное и самое, ну, как бы, бескровное решение. Израиль сейчас на эту войну потратил столько денег, если бы мы могли взять эти все деньги и просто раздать их жителям Иудеи, Самарии и Газы с условием, что они уедут куда-нибудь, в Испанию, в какую-нибудь, все страны, где их очень любят. Мы бы решили этот вопрос. Израиль достаточно богат. Мы можем предложить арабам, иудеям, и Самарии и Газы, деньги подъемные, для того, чтобы они нашли себе счастье в других местах. И мы должны создать ситуацию, при которой нет никакого смысла оставаться здесь. Собственно, жители Газы давно бы убежали, если бы Египет не поставил тройную колючую проволоку и стены многометровые, а администрация Байдена его там поддерживала. Можно ли будет договориться, чтобы администрация Трампа надавила на Египет, чтобы Египет позволил жителям Газу уйти через Египет или остесть в Египте, или рассосаться через Египет по всему миру? Не знаю. Хотелось бы надеяться, что можно. Можно ли будет договориться о том, чтобы, так сказать, иудеи и Самарии, которые более открыты, чтобы оттуда арабы стали уходить? Не знаю. Но, как бы, даже если не получится так вот прямо в открытую сказать, иудеи, Самарии и Газы объявляются частью Израиля, суверенитет, все, до свидания, то, по крайней мере, шаги, которые создадут необратимую ситуацию там и в конечном счете приведут к тому, что арабы из этих мест уйдут, а мы сможем распространить суверенитет на землю без арабского населения, пусть даже нам это будет стоить много денег, потому что деньги – это вещь такая, заработаем еще. Я бы очень хотел надеяться, что это, да, возможно. И снова у меня большие надежды на то, что вот люди типа Муррея, которые находятся между Трампом и Натаньяу, помогут Трампу войти в нашу ситуацию достаточно глубоко, чтобы понять, как бы, Трамп не любит войн, не любит вообще конфликтов, скажет, ребят, ну договоритесь, ну что, вам жалко, что ли, отдайте им Шхем, там, Хеврон. И вот объяснить ему, что нет, не можем мы отдать ни Хеврон, ни Шхем. И потому что наши жалко, и потому что, если мы им отдадим, то завтра будет такое же 7 октября, только уже в районе Герцлии, там, Италь-Азима. Посмотрим. Хотелось бы верить, что это тоже возможно. Да, ну будем надеяться, что из уст Трампа и его ближайшего окружения вообще фразы от государства, два государства, для двух народов, учитывая, что второго народа как такового мы не знаем. А второе государство есть, потому что в стране Израиля уже есть два государства, это Израиль и Ордания. Не будем забывать, что то, что называется страной Израиль или Палестиной, это территория, включающая и Израиль, и Орданию. То есть арабское государство в Палестине, в Эра-Сесраиле уже есть. Создавать еще одно арабское государство неправильно, нечестно, несправедливо и нет его надобности. Тем более с придуманным КГБ народом, который на самом деле не является отдельно взятым, а это такие же арабы, которые... Я скажу, сегодня вот тот конгломерат, который называют арабами Эра-Сесраиля или арабами Палестины, палестинским народом, это примерно 40 групп, разнящихся друг от друга и этнически, и религиозно часто. Они далеко не все мусульмане. Там есть и христиане, там есть мусульмане разных видов. Это люди этнически совершенно разные, потому что там есть и боснийцы, и пакистанцы, и египтяне, и сирийцы, и... о мусульманин и евреи, причем недавно даже о мусульманин. И даже европейцы, которых, так сказать, обратили в арабов, они жили в Иерусалиме, они были христианами, потом пришла и Ордания, которая, так сказать, постепенно их арабизировала. Я даже встречал таких, ваку, например, араб, который мне говорил, у меня мама из Италии. Я говорю, так она что-то была мусульманкой? Нет, говорит, не была мусульманкой совсем. Вот. То есть, когда-то при Бангурионе Израиль начал потихонечку, так сказать, этот веник расщеплять. То есть, он пришел к друзам и сказал, друзы, вы же не... вы же друзы, вы сами по себе, давайте мы с вами сепаратный договор заключим, вы лояльны нам и получаете все возможности. И пошло. Пришли к черкесам, то же самое. Пришли к бедуинам, с бедуинами сейчас хуже получается, потому что влияние газа, так сказать, их очень сильно подпортило. Но сейчас не поздно снова начать разговаривать с каждой такой группой. На севере, например, в Галилее живут арамеи. То есть, это тоже такое арабоязычные христиане, которые говорят, мы потомки древних арамеев. Мы тут-то вообще-то испокон веков. Мы древний коренной народ. Мы ничего общего с палестинцами, как они себя называют, не имеем. Мы хотим служить в армии израильской. Они православные христиане, кстати. Их очень немного. Но вот как пример того, как можно, так сказать, решать эти вопросы, это очень хороший пример. Поэтому какую-то часть, все-таки львиную долю, нам придется помочь им найти себе счастье в других странах. А те, кто останутся, должны будут стать частью Израиля, интегральной. И ничего страшного в этом не будет, потому что, ну да, у нас будет меньшинство разного рода, так сказать. К ним с симпатией будем относиться, они будут иметь все права и возможности, так сказать. не будут угрожать характеру государства, просто потому что их немного. И ничего страшного в этом не будет. Совершенно верно. Тем более мы знаем примеры вполне таких людей не просто положительных, а которые жизни отдают за независимость Израиля, за его существование. Ну да. Среди друзов вот есть целая плеяда офицеров, недавно очень высокопоставленный офицер из деревни Далет-Эль-Кармель, который погиб в Газе, фактически военный губернатор Иудеи Самарии, тоже, так сказать, нееврей и тоже человек, который лоялен государству Израиля. Есть действительно целая плеяда арабов и мусульман, и христиан, которые декларируют, да, мы же часть Израиля, нас здесь никто не угнетает, мы сохраняем свою идентичность и при этом мы считаем себя гражданами страны, в которой живем, защищаем ее вместе со всеми и не хотим ничего другого. С такими людьми мы действительно можем вполне продолжать строить вместе государство. Ну, то есть смена нарратива в общем назрела, как мы видим. единственное, это то, что должны продвигать сами израильтяне, ну и, конечно, на то, что это не администрация, которая готова была уже, если, не дай Бог, пришла бы Камала, то тут бы было бы... Ну, это был просто Хамас. Мы говорили с тобой о том, что, так сказать, Байден, умирающий Байден, пожилой Байден, дай Бог ему здоровья, не хочу, так сказать, ничего жевать, ему просто очень старый и больной, но он был еще из старой партии демократической, но от его имени правили люди Обамы, и эти люди постепенно сняли свои маски, мы увидели братьев мусульман, прогрессивистов, коммунистов, всяких психов, которые реально ненавидели Америку и Израиль, реально хотели их уничтожить. И некоторые, как мы знаем, как Роба Мелли, например, даже нынешние американские спецслужбы взяли за грудки и отправили на расследование, потому что он просто был агентом иранских спецслужб. И еще это много чего мы не знаем, еще, может быть, дай Бог узнаем, тут Трамп обещал нам про марсиан рассказать, про инопланетян. Может, он нам расскажет про то, что творилось со времен Обамы в спецслужбах и внутри государственного аппарата. Я думаю, что мы вспомним знаменитые булгаковские рукописи «Не горят». То есть, что-то, конечно, уничтожат, какие-то попытаются документы, но есть все-таки протоколы, и я думаю, что много еще мы узнаем из того, что тщательно скрывалось и, в общем-то, шло не на пользу ни Америке, ни Израилю, ни всем союзникам другим американским. То есть, дай Бог, чтобы это случилось. Саша, спасибо, что ты нашел время. Спасибо, что был с нами еще раз на марафоне. Я думаю, что мы повторим в данном случае, но не уже когда будет такая возможность и главная надобность в этом, потому что еще впереди тяжелые месяцы. Их надо тоже прожить. Слава Богу, время не так много осталось времени, ну, их надо. То, с чего ты начал, что, да, это еще предстоит. Удары какие-то отражать, а потом, возможно, мы будем совместными усилиями строить тот мир, который, по нашему разумению, куда более правильный, куда более лучший для наших народов, наших братских народов, как это не звучит. Я очень надеюсь на то, что нам действительно будет что обсуждать с энтузиазмом, и что вот те замечательные люди, которые сейчас пришли, действительно выполнят хотя бы половину того, что нам кажется, что можно сейчас сделать. Пусть хотя бы половину сделают. Да, даже четверо. Да? Ну, 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 ты уж не преуменьшай, пусть на все сто, а уж там сколько получится. Хорошо, хорошо. Все, договорились. Мы так решили, а они уж пусть стараются, чтобы мы не разочаровались сильно. И даже не сильно. Хорошо, до новых встреч. Господа, с вами был публицист из Израиля, Александр, не помнящий. Меня зовут Игорь Цисарский. Оставайтесь с нами, оставайтесь с континентом, будет много чего еще интересного впереди. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.